Готовилась к выходу именно нашего шоу, потому что это Миу-Миу может стать тоже одним из джинглов программы. Но не исключено, потому что у нас есть... Да, если он освоится и будет наконец-то выползать из-под барной стойки, это наше Миу-Миу. Кстати, если вам понадобится дублёр, у меня практически такой же код по имени Вуд. Да, это замечательное предложение, потому что как только мы освоимся после дрессуры Эдгарда Вальтеровича, к которому сейчас нужно, к сожалению, от нас уходить, потому что программа у нас ночная, а, в общем, тигры... А котов кормить надо. Да, котов кормить надо. У нас сейчас они сами поедят. Вот, поэтому мы сейчас попрощаемся, в общем, с ним и с Олей Погодиной. Не потому, что он Олю Погодину поведёт скармливать... Скармливать кота по привычке. Скармливать кота. А конкузим сейчас прям головой. Спасибо огромное. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Спасибо. Ну, в общем, практически у нас получилось сейчас прощание с некоторыми нашими гостями, как в прямом эфире. Но в прямых эфирах сейчас нам трудно. Сейчас всё-таки запись. Сейчас больше запись, а вот в 90-е годы было много прямых эфиров. Вот тогда и рождались, причём тогда наверняка появлялись вот эти неловкие ситуации в прямом эфире, что называется. Масса было, масса. Вот здесь все песни, которые звучали, они такие очень, ну, мажорные, форматные. У меня история была с депрессивной и неформатной песней. Не бойтесь, я петь не буду. Ну, а от чего же нам это очень интересно? Нам же ничего не страшно. Не моя тема. У меня была передача такая, кстати, с кошками. Я там устраивал приютских котов, зрителям устраивал. Но песня совсем не о том. Меня редактора пригласили Растеряева, который в ту пору был очень известен. И он согласился прийти на интервью только при условии, что будет премьера его новой песни. Ну, что мне в кассу, как бы, ну, премьера песни. За 15 минут до прямого эфира я узнаю, что в песне есть слово, которое нельзя произносить и петь. Нецензурное. Да. Пади. Ненормативное, да. А раньше не было этого, не было записывания, нельзя было этого, не было. И он категорически, что только вот он пропоет, иначе нельзя слово, вот, рифмуется со словом подлец, да, и из песни слово не выкинешь. Все пропали. Да. И мы с режиссером договорились, он нам продемонстрировал номер, что там два микрофона было, один на гармонь, а второй на вокал. И что во время вот, когда вот это слово будет, режиссер просто кнопочку на вокал отожмет, и все, никто ничего не заметит. Ну, в общем, все приготовились, кнопочку он нажал, но не ту, поэтому в полной тишине, без гармонии, без гармонии прозвучало вот это слово смачно. Мы-то в студии ничего не заметили, а зрители и специально обученные люди. Каифанули. Да. Зрители крестанули. Но скандала, кстати, скандала не было. Мне позвонили, сказали, ну, это понятно, прямой эфир, в общем, ничего старик. Времена опять-таки. Да, ты, главное, в общем, позаботиться, чтобы в вечернем повторе все было нормально. И вот скандал был после вечернего повтора, потому что в вечернем повторе они выдали то же самое. То есть вот гармонь затихает. Скажите, а вот у нас, может быть, зрители, не знают, что такое Растеряев это? Это кто? Растеряев, нет. Ну, кто это? Он герой Ютьюба. Такой, да, гармонист такой. Но теперь уже, да, теперь. Тогда не было Ютьюба, но тогда не было, например, и такого значения, как фейк, да? Фейк, созданное что-то искусственное, во что бы все поверили. Но я знаю точно, что вы создавали то, что теперь называется, может быть, я не прав, но могу ли я назвать это фейком? Я этим не горжусь. В этом году как раз 90 лет было Юлиану Семенову. И вот он делал такой проект совершенно секретно. Я был первым штатным сотрудником этого издания. И я был, в общем-то, человеком, которым безответственным, скажем так, любил. Я вот... Ну, молот. Ради красного словца, чего-нибудь такое. И однажды, наверное, коллеги, он начал рассказывать, что в Венгрии вышла какая-то книга, где утверждается, что Гагарин не был первым космонавтом. Что до этого были у нас космонавты, которые погибли. А вот Гагарин выжил, и вот его распиарили. И я просто красного словца ради сказал... Я, кстати, здесь с одним чекистом общался знакомым. И называю имя, реальный человек. Он курировал там московские издательства. Он мне сказал, что Гагарин-то жив. Юлиан Семенович говорит, да ты что, да не гони. Я говорю, да. Он, говорю, на банкете в Кремлевском там повздорил с Брежневым, плеснул ему шампанское в лицо. И его чекисты в сумасшедший дом. И вот всю эту историю с авиакатастрофой. Он говорит, срочно в номер. Делаем обложку с Гагарином. Совершенно секретно. У него же было издание совершенно секретно. Делаем дополнительный. Я, молотушно, не включил обратку. Я бы должен был здесь при всех сказать, повиниться, что я просто болтанул. Ну, просто вот что. Самый неловкий случай, да? Ну, что надо сперва проверить. Он так завелся. Он говорит, печатаем 2 миллиона на английском языке. И что вы думаете? Вышел этот номер с Гагарином на обложке. С тиражом, да, на английском языке, который весь этот тираж распространялся. Контигент был наших войск в Восточной Европе. И в той же Венгрии, в Германской Демократической Республике. Мне жутко было стыдно. Не горжусь я этим, к сожалению. Прям вот сейчас даже покраснел. А можно ли сказать, что благодаря вам на соседнем канале появилось вот это шоу телевизионное, которое... Мы знаем точно, что Гагарин жив. Есть точная информация. Смотрите нашу программу. И потом машут как раз вот этим изданием. Мы узнали это в газете, которая вышла 20 лет назад. Где сейчас Гагарин? И все. Я вам должен сказать, друзья, вот эти телевизионные истории, когда вот ради красного словца бывает случайно журналист или ведущий что-то скажет, доверчивые зрители, потом это несут через всю свою жизнь. Коротко, извините, расскажу. Моя жена принимала участие в это же прекрасное время в программе Димы Диброва. Он ввел такую, значит, там программу полуразвлекательную, полу там какой-то... Да. И они ради шутки одели своего приятеля в белый халат. И он сказал, значит... Дибров сказал? Да, Дибров сказал. Пусть мне, пожалуйста, Олега, пусть Олег скажет, как Дибров. Дибров сказал. Есть, в общем... Ну, скажи что-нибудь, типа, что мы нашли врача, который вам сейчас покажет, как избавиться от всех болезней. Пожалуйста. Вот так говорил Дибров. Да, пожалуйста. Ай, значит, мы сейчас покажем вам врача, который подскажет, как же излечиться от разных болезней. Браво! Браво! Хорошо, меняем! Браво! Браво! Олег Есенин. Так вот, значит, Дибров вот это все сказал. Человек в белом халате сказал, значит, так. Вы должны подойти к экрану телевизора, когда был перерыв в вещании, и показывали сетку, но только не цветную ГЦП, а вот такая была круглая. Вот он говорит, да. И этот человек говорит, вы должны больным местом приложиться к центру этого, значит, круга, и больное место у вас пройдет. История на этом не заканчивается. Что только люди не прижимали. Слушай, да. В стране болело два места. Голова и... И ноги. И голова. И ноги. Да, значит, но история на этом не заканчивается. Через пару дней Нина приходит к бабушке, а бабушка у нее была ведущим онкологом города Москвы, практически академиком медицины. И она сидит перед телевизором, а Нина моя что-то, значит, у нее что-то с насморком было. И бабушка, академик медицины, говорит, Нин, я узнала прекрасный способ, как тебе сейчас полечить насморк. Я сейчас сижу, жду, у меня болит плечо, сейчас я сижу, жду, пока будет перерыв в вещании. Нина говорит, бабуля, это шутка, поверь. Она говорит, какая шутка, когда об этом Дебров сказал? Какая может быть шутка? Папа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па У нас есть все-таки хозяйка очаровательной нашей музыкальной гостиной Виктория Рябинина которую мы давно не слышали мы слышали уже как ты поешь но скажи пожалуйста наверняка в твоей музыкальной жизни есть о чем нам рассказать масса историй начало двухтысячных у меня тогда был коллектив Фламенко нас вызвали в самый богатый район Москвы он всем известен территориально сказали что это очень серьезные люди очень может его нельзя называть этот район но почему нельзя вызвали в самый дорогой район Текстильщики в мега ресторан который был закрыт под одну компанию ну точно химки текстильщики мы приехали нас сразу предупредили заказчик очень серьезный человек но мы это поняли по количеству охраны по количеству гелендвагенов которые стояли у меня девочки танцовщицы вышли они говорят эти люди у них дома в Испании у них бизнес они знают что такое Фламенко поэтому именно вас и пригласили мы вышли значит гитаристы девочки танцуют у меня танцор такой красивый страсть искры смотрю а дело в том что день рождения было у Зая Зая это значит вторая половина заказчика Зая ну Зая нет Зая была Зая она прям была Зая у нее все запаски везде вот стояли у нее Зая вот и Зая и Зая вот так вот она смотрю все скуксилась и нам ну а организатор то и организатор чтобы держать значит нос по ветру он такой сваливайте сваливайте и мы такой даже на половине закончили быстренько отползли она говорит ребята какая-то лажа вы что-то на то играете мы думаем да я перед королем Испании пела вы что какая-то какая лажа я говорю вы что вот заходит очень серьезный человек он говорит значит так ребят вот все что вы вот это вот сейчас пели это полное гумус да он говорит можете на это нормально я Фламенко что-нибудь спеть ну такие ну да он говорит ну БСМ Мучи вы хотя бы знаете это типичная фламенко я говорю а у меня же взыграло в сердце секундочку я артистка я королю Испании пела он со мной танцевал я говорю я не знаю и организатор говорит знает все знает все она все знает нам сказали отлично две минуты я говорю я не знаю БСМ Мучи я реально не знаю мне тут же так Вика диктой им слова я говорю куда я запишу у нас пипитра нет пипитра подставка для нот на руку пиши хорошо я пишу на руку две минуты у меня там и девочки и девочки так красиво расходятся гитарист мне дает аккорд я начинаю говорю БСМ Мучо смотрю на ладошки а у меня синева расплескалась синева расплескалась у меня все смазалось я во ну то есть все и я смотрю на гитариста я вот я говорю БСМ М... БСМ М... БСМ М... я думала БСМ М… что-что-что-что... БСМ М... БСМ Мучу... БСМ М... БСМ М... БСМ М... БСМ М... танцующицы понимают что я провалилась что вместо вот этого жареного быка сейчас меня там будут намертельку тить Они выходят, начинают танцевать. Ребята, два биса. Два биса. Викнуться было, может, обязательно. Вика, ну можно, пожалуйста, тратиться? Я так люблю прям. Что-то нормально, спойно, пожалуйста. Из фламенко, да? Из фламенко, вот именно. Вы так хорошо поете, но очень нормальная, да? Вика, скажи, пожалуйста, ну песня-то, разумеется, про неловкий случай, да? Ну, конечно. Вика, Вика, а зачем тележка? Сколько вопросов? Это часть моей разбитой судьбы. Я вот в ней ношу мое разбитое сердце. Ах ты, батюшки. Я вижу. В прямом эфире телеканала Москва 24 есть не только новости, но и много всего интересного. И буквально через несколько секунд мой коллега Евгений Додорев узнает о новой книге «Улгоградские лица», о творческих планах писателя, музыканта и артиста Игоря Растеряева. Не только о новой книге. У нас прозвучит в эфире премьера нового хита, что, в общем-то, гораздо круче, чем книги, потому что книги-то писать всякие может, а петь от них нет. С него, наверное, и начнете, Игорь уже ждет. Игорь Растеряев. Посвящается всем метонизаторам, комбайнерам, трактористам, всем-всем аграриям. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют. Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате канала. И не пишут про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молодые, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, а не вкалывают на комбайнах. Выпел Ц2Аш, 5ОАш, сел на Нью, рассели марш на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел взять покать, молотить ячмень, Будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик в тракторе внутри Получаешь за работу в месяц ты все три комбайнеры. Каждый из них был в армии родной, Не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур, Эти парни не являются мечтой гламурных тур. И пускай там пидорасы бессмоются в Москве, Но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают, пусть враги все знают, сучка, кандалей за раз. И когда отребья натовская небось до кона, Выпел Ц2Аш, 5ОАш, сел на Нью, рассели марш на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим парасиат. И пошел взять пахать, молотить ячмень, Будет долгим, долгим, долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, Волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Выпел Ц2Аш, 5ОАш, сел на Нью, рассели марш на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим парасиат. И пошел взять пахать, молотить ячмень, Будет долгим, долгим, долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, Волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Слава вам! Игорь, я который раз слушаю, Прусси все время, как в первый раз. Спасибо. Спасибо тебе. Объясни мне такую вещь. Вот песня была снята на мобильник просто, да? На какой? Айфон? Нет, на самый обычный, Лехи. На самый обычный мобильник. Лехи и Лехи, да. Полгода, там всего было, ну, три сотни просмотров. Потом вдруг как прорвало. Прямо сейчас под 4 миллиона. А у тебя есть какое-то объяснение, с чего вдруг вот поперло? Кто-то блогеры помогли. Насколько я знаю, гоблин, да. Это все-таки мне не обошлось без технологий, да? Ну, кто-то из блогеров таких весомых, видимо, нашел. То есть ты даже не знаешь? Ну, насколько мне известно, гоблин там помог здорово. Вот. Я так точно не расследовал. Это у тебя не продюсерский проект, за тобой никто не стоял. Да нет, это люди, которые вот нашли, стали вот через свои какие-то вот сайты, или как называется, блоги, да, рассылать вот эту всю историю. И так вот оно пошло-поехало. Скажи про что.